Анестезиолог Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору», дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Сергей Бондаренко, врач-анестезиолог, реаниматолог, сам ГМУ. И добрый вечер зрителям. Глубок уважаемые зрители, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22 – это телефон, по которому можно звонить к нам в студию. Сергей Юрьевич ответит на ваши вопросы, не только на мои. Ну, а мы сегодня хотим поговорить о работе анестезиолога, потому что за всю историю программы, по-моему, вот врач такой специальности у нас впервые. Не знаю, кстати, почему. А с чем связано двойное название «анестезиолог-реаниматолог»? Так, по ощущениям, сферы вроде бы разные. Да, действительно, существует небольшая путаница. Скорее всего, это повелось с постсоветского пространства. Специальности действительно одна. Студент, когда заканчивает медицинский университет, проходит ординатуру, получает сертификат по анестезиологии и реанимации. Вот. Специальности одна, но профили два. То есть доктор может работать как в отделении анестезиологии, так и в отделении реанимации. Но судьба его будет складываться из того, в каком городе он живет. То есть если это большой город, и это крупный… Как Самара. Как Самара. Это крупное медучреждение, то, как правило, это разное отделение. То есть есть отделение анестезиологии, есть отделение реанимации. Иногда даже не одно. Вот. И, соответственно, доктор работает либо там, в пределах одного медучреждения, либо там. Если это какая-то периферическая больница или малое медицинское учреждение, то, как правило, эти отделения совмещены. И доктор, соответственно, часть своего рабочего времени уделяет пациенту в операционной, и часть своего времени уделяет пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также доктора нашей специальности могут работать на каретах скорой помощи в рамках реанимационной бригады. Вы, наверное, ведь в курсе, как обыватель представляет Вашу работу. Пришел доктор, сделал укол, пациент заснул. Пришел доктор, сделал второй укол, пациент проснулся. Вот в операционной только в этом заключаются Ваши работы? Ну, на самом деле, это одно из самых больших заблуждений пациентов, особенно тех, кто никогда не сталкивался с операцией и с наркозом. И действительно, некоторые пациенты думают, что доктор-анестезиолог делает какой-то условный укол, вводит какой-то препарат, а сам уходит в столовую пить кофе, идет операция, а потом пациенты переводят. Ему звонят потом в столовую или кнопочка. Да, мы пациента перевели домой уже, все хорошо. На самом деле, это не так. Работа анестезиолога очень ответственная и формирует в себе очень много задач к специалисту. Но, наверное, самое главное из них – это защита пациента от хирургической травмы. Потому что хирург во время операции делает разрез, наносит повреждения, и доктор должен защитить пациента от этой хирургической агрессии с помощью тех средств, которые он имеет. Это, пожалуй, первое и самое главное. Вторая задача анестезиолога – это защита пациента от боли, потому что, нанося эту самую травму, хирург причиняет пациенту боль. И одна из самых главных задач доктора-анестезиолога – так, собственно, и называется специальность – анестезиология, анестезио – отсутствие чувствительности. Это обезболить пациента. Следующая немаловажная задача – это помочь пациенту относительно его основного заболевания. Ведь что-то его привело в операционную, какой-то патологический процесс. И вероятно, что от него, либо от какого-то сопутствующего заболевания, допустим, у пациента есть сахарный диабет, да, и он на момент операции декомпенсировался. И попутно доктор-анестезиолог проводит наркоз, но и занимается и интенсивной терапией. То есть он защищает пациента от основного заболевания и, возможно, от сопутствующих каких-то заболеваний. Ну и сама анестезия все-таки откладывается в негативный вклад на состояние пациента, потому что это зачастую инвазивные манипуляции, это сильнодействующие препараты, наркотические анальгетики. И в задачу анестезиолога в том числе входит защита пациента от самой анестезии. В общем, вы защитник. Я для себя определение записала. Анестезиолог защищает пациента, врач, который защищает пациента от хирурга. В том числе, да. И не только. В хорошем смысле этого слова. А в связи с этим тогда вопрос, а кто в операционной главнее, хирург или анестезиолог? Хороший вопрос. Ну, скорее всего, в операционной главный это заведующий оперблоком. Вот. А хирург... Или старшая медсестра. Да, или санитарочка. Ну, по-разному бывает. Но это шутка, конечно. Как правило, хирург и анестезиолог – это командная работа, поэтому трудно выделить кого-то главным. И работа хирурга-анестезиолога, она, как правило, направлена на то, чтобы... Ну, мы все-таки говорим больше про операционный период. Чтобы все прошло хорошо, чтобы хорошо прошла операция, чтобы пациент быстро восстановился и довольный, выписался, продолжать свою обычную жизнь. Вот. Поэтому, на мой взгляд, хирург-анестезиолог – это команда. Вот. Как думают хирурги, если вы спросите у хирурга, возможно, ответ будет другой. В следующей программе непременно спрошу об этом. Это мое мнение. Ну, хорошо. А ведь, тем не менее, анестезиолог видит и пациента, и операционную, и с иной точки зрения, нежели хирург. Вот. Бывают ли все-таки споры? Команда, она же как-то должна сложиться. Да, это возможно. И это зачастую бывает. Как правило, это происходит накануне операции, когда доктор-анестезиолог осматривает пациента, ознакомляется с историей болезни, узнает план операции. Здесь могут быть какие-то моменты, которые нужно согласовать как анестезиологу с хирургом, так и хирургу с анестезиологом. Но, повторюсь, все это делается во благо пациента. Итак, для тех, кто опоздал к началу эфира, сегодня у нас в студии врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Бондаренко, врач сам ГМУ. Мы говорим о наркозе. Скажем так, а вот, кстати, вот это же примитивное, наверное, выражение, обывательское, да? Наркоз, нужно правильно говорить, анестезия или вот что? Да, очень хороший вопрос. Есть такие термины, которые очень сильно режут ухо врачу-специалисту. Вот я понимаю, что вы меня слушаете просто с ужасом. Нет-нет-нет, все в порядке, но таких понятий, как общий наркоз и местный наркоз, их не существует. Вот, поэтому если вы с врачом-анестезиологом будете общаться в таком ключе, ну, он может начать немножко нервничать. Как надо говорить. Да, ну, может быть, внешние виды не подаст, но тем не менее. Если разбирать классификацию методик анестезии, то она достаточно обширная. Все-таки правильно говорить, общая анестезия, да, это такая большая группа методик, которые включают в себя в частности ингаляционную анестезию. То есть это когда пациент вдыхает пары ингаляционного анестетика, они попадают в кровь, затем в головной мозг, где этот субстрат оказывает свое действие, да. Следующая методика в рамках общей анестезии – это тотальная внутривенная анестезия, когда все препараты вводятся внутривенно, да. Иногда бывает, что эти методики совмещаются друг с другом, тогда анестезия называется комбинированная, да. Как правило, методики общей анестезии проводят с искусственной вентиляцией легких. Зачастую оно так чаще и бывает. Следующая большая группа анестезии – это региональная анестезия. Ну, позволь себе немножко терминологию, от нее никуда не отойдешь. Вы только объясняете. Да, да. Одна из больших групп методик региональной анестезии – это нейроаксиальные методики, это та самая спинальная анестезия, эпидуральная анестезия. Ну, так понятнее. Да. И периферические блокады, блокады нервных сплетений, либо стволов нервных. Вот. На самом деле, вот эти методики, которые мы сейчас произнесли, они могут бесконечно друг с другом переплетаться, сочетаться, комбинироваться. И на самом деле, вот сколько существует людей, двух одинаковых, как известно, не существует, но есть, конечно, исключения. Так и двух одинаковых анестезий также не существует. Каждая анестезия, она индивидуальна. И подбирается конкретно под каждого пациента. Вот человек, который никогда не лежал на операционном столе, вряд ли понимает, что такое, я сейчас скажу, примитивный наркоз, но мы уже договорились, что анестезия, да? Многие ведь считают, что это искусственная кома. Насколько это правильное восприятие? Да, на самом деле так и есть. Между этими понятиями, искусственная кома, медикаментозная кома и анестезия, общая анестезия, можно поставить знак равно. Дело в том, что причины и методы, которые вызывают эти состояния, они разные. Вот. Хоть и знак равно стоит, но, тем не менее, это разные вещи. Препараты, лекарственные средства, которые используются и там, и там, как правило, одинаковые. То есть они из одной группы, да? Допустим, гипнотиков. Но в случае медикаментозной комы, доктор, скорее всего, выберет препараты более длительного действия. Потому что медикаментозная кома – это состояние, которое может длиться часами, днями. А в случае анестезии, доктор будет все-таки склоняться к выбору препаратов с более коротким действием, для того, чтобы пациент более быстро проснулся, хорошо себя чувствовал и быстрее выписался. Давайте со зрителями пообщаемся. Алло, здравствуйте. 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 А вот у нас есть вопрос. Ребенку планируется операция. И как правильно подобрать заходу? Существуют классные, какие-то бесплатные, может, облик? Операция нас интересует? Какого плана, да? Паховая грыжа. Паховая грыжа. Смотрите, самый грамотный и правильный рецепт этого мероприятия – это попасть на консультацию к хирургу, где вам скажут собрать тот пакет документов, который необходимо собрать, потом госпитализироваться, встретиться с врачом-анестезиологом. Он изучит вашу историю болезни, вашего ребенка, ознакомится с анализами, пообщается с вами, узнает анамнез жизни, то есть чем болел ребенок, чем не болел, какие препараты он принимает или, наоборот, не принимает, какие были операции или каких операций не было, какую методику оперативного вмешательства будет использовать хирург. И уже на основании этого совместно с доктором-анестезиологом принять единственное правильное решение. Наверное, это сами правильные рецепты, потому что консультироваться нужно со специалистом, с тем, с которым вы будете работать, в частности, в операционной. Сергей Юрьевич, правильно я поняла, что к каждому пациенту, которому предстоит операция, приходит анестезиолог и выясняет у него именно эти вещи, о которых вы сейчас сказали или нет? Да, действительно, это алгоритм оказания помощи в рамках анестезиологического обеспечения. То есть доктор должен осмотреть пациента накануне, максимально, ну, как минимум, идентифицировать его, что именно этот пациент завтра идет на операцию, узнать о состоянии его здоровья. Очень много факторов, часть я уже перечислил. Очень большое значение имеет также аллергологический анамнез, то есть какие препараты пациент использовал, были ли у него какие-то операции, как он их переносил, были ли у него анестезии, были ли какие-то побочные эффекты, осложнения. То есть эти знания помогут выбрать наиболее оптимальную методику и максимально комфортно провести этот необычный стрессовый день для пациента. Если пациент попадает на операционный стол экстренно, возможно, он без сознания, вы ничего о нем не знаете, то от чего будет зависеть выбор анестезии и дозировки? Прежде чем вы ответите на этот вопрос, давайте сначала со зрителями пообщаемся, а потом... Алло, здравствуйте. Да, да, я слушаю. Алло. Да, задавайте, пожалуйста. Это какой прием возраста? Можно ли после 80-ти делать наркоз? Здравствуйте. Да, конечно, можно. Противопоказаний относительно возраста нет. Существуют, конечно, нюансы, которые нужно будет обсудить с доктором-анестезиологом, и опять же, смотря какое оперативное вмешательство планируется у вас, но противопоказаний нет. Современная анестезиология позволяет подобрать такие лекарственные средства, которые подойдут именно вам, с учетом вашего возраста, я думаю, что все будет хорошо. А 90? 90 тоже. То есть нет вообще возрастного ценза? Да, да, потому что если это плановая операция, пациент долго думает, идут годы, потом он созревает, что все-таки пора это сделать. Если состояние здоровья это позволяет, и пациент, хирург, анестезиолог на это согласны, почему нет? А я вернусь к вопросу по поводу экстренного больного. Как выбирать ему анестезию? Ну, если рассматривать варианты, когда пациент находится без сознания, ну, в первую очередь, конечно, он не может подписать информированное добровольное согласие на анестезию, что проходит каждый пациент, когда он в сознании. Да, поэтому формируется консилиум из трех докторов, они оставляют свои подписи за пациента и принимают решение, что пациенту показано оперативное лечение по жизненным показаниям, и, соответственно, анестезиологическое обеспечение также оказывается по жизненным показаниям. Если пациент без сознания, конечно, ситуации могут быть разные. То есть он может быть относительно стабильным, и тогда используются определенные группы препаратов, да, либо он может быть нестабильным. То есть большая кровопотеря, нестабильная гемодинамика. Его состояние ухудшается с каждой минутой, да, тогда счет действительно идет не на минуту, а даже на секунды. Препараты используются те, которые подойдут пациенту с учетом его текущей клинической ситуации. Такое возможно. Препараты действительно подбираются, и они тетруются. Что это значит? Что подбирается минимально эффективная доза для того, чтобы сократить спектр побочных эффектов и осложнений. Потому что эта категория пациентов требует максимально большего внимания и концентрации всей бригады. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос следующий. Правда ли, что если неправильно подобрать анестезию, то можно проснуться не совсем здоровым на голову? Отличный вопрос. Спасибо. У меня он тоже в списке есть. Ну, мы сейчас рассматриваем какой-то, наверное, крайний вариант. Вы знаете, во времена студенчества наши профессора, как нас учили, что любой вопрос по медицине, если звучит словосочетание «а может ли быть?», правильный ответ звучит «может». Ну, это такая небольшая шутка, но тем не менее, в каждой шутке есть доля правды. То, что вы описываете, это называется когнитивное нарушение, и здесь очень много вариаций. То есть, допустим, если пациент молодой, у него нет сопутствующих заболеваний, какая-то стандартная операция, она длится недолго, то, как правило, современная анестезиология позволяет провести эту анестезию хорошо, гладко, и пациент просыпается, помнит все, что помнил, знает то, что знал, и не будет знать ни меньше, ни больше. Вот, поэтому в современной анестезиологии достаточно трудно представить себе такой сценарий, который вы описываете. Но есть оборотная сторона медали. Допустим, если это какой-то возрастной пациент с большим количеством хронических заболеваний, у него, допустим, в анамнезе уже были какие-то когнитивные нарушения, есть атеросклероз сосудом головного мозга, то действительно при проведении анестезии эти когнитивные нарушения могут проявляться. Но чаще всего они все-таки проявляются не в таких крайних ситуациях, а нарушение памяти, нарушение сна, забывчивость. И, как правило, все же с применением специального лечения эти все явления проходят на протяжении нескольких дней, недель. Поэтому это все решаемо. Я думаю, что бояться этого не стоит. А нет препарата, который, наоборот, дополнительные возможности мозга откроет? Да, действительно, есть такие препараты. Когда заходит речь про эти лекарственные средства, чаще подозреваются какие-то старые препараты. Но если рассматривать новые препараты, то это, конечно, такое условное название, потому что многие из них были изобретены 10, 20, 30, 40, 50 лет назад. Но, опять же, в рамках современной анестезиологии это все сведено к минимуму. То есть такие вещи минимальны. И те препараты, которые даже могут вызывать эти последствия, они действительно сейчас тоже используются в анестезиологии. У них есть своя ниша, они тоже хорошие в определенных рамках применения. И есть препараты, которые минимизируют эти побочные эффекты. И их можно тоже свести к минимуму. Если человек после анестезии проснется сильно умнее, так почему не использовать? Было бы здорово. Мы попросили Сергея Юрьевича показать нам еще и рабочее свое место. Ну, хотелось как-то представить, какое оборудование находится в операционной под рукой у анестезиолога. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим. Самый большой страх пациента перед операцией – неведение. Что будет происходить? Удастся ли проснуться после наркоза и вернуться к привычной жизни? Информация из интернета не приносит успокоения. Там полно тревожных, а иногда и жутких историй. Лицо врача-анестезиолога – это последнее, что видит пациент перед уходом в глубокий сон. Для доктора, напротив, это момент максимальной концентрации внимания. Теперь безопасность больного в его руках. Чем же это достигается? Во-первых, это наше оборудование – наркозно-дыхательный аппарат. Исходя из названия, он выполняет две функции. Во-первых, в проведении общей анестезии утрачивается самостоятельное дыхание. С помощью наркозно-дыхательного аппарата проводится искусственная вентиляция легких. Также с помощью него можно проводить саму анестезию, так называемую ингаляционную анестезию. Анестезиологи знают, что большинство пациентов боятся очнуться во время операции. Такое возможно только если врачу будет необходимо разбудить больного. Вместе с операционной бригадой за процессами в организме следит современное оборудование. Это измерение непрямого артериального давления, это пульсоксиметрия, с ней, я думаю, многое знакомое еще со времен пандемии. Это измерение числа сердечных сокращений, это капнометрия. Также в монитор часто бывает строен так называемый бисмониторинг. Он позволяет измерять глубину анестезии. То есть на данном этапе развития анестезиологии доктор может видеть, насколько глубоко или неглубоко спит пациент. Современные аппараты, которые используют в операционной, способны до мелочей отследить состояние организма больного и немедленно сообщить о малейших изменениях. Врач-анестезиолог наблюдает за сигналами и в случае опасности готов вовремя оказать помощь. У нас в студии врач-анестезиолог, реаниматолог Сергей Бондаренко. Телефон 202-11-22. Еще есть немножко времени, можно позвонить, если у вас появились вопросы. А мы давайте все-таки говорим про проснуться во время операции. Вы только что сказали, что на любой вопрос можно ответить «да, может». Вот не досмотрели, маленькую дозу ввели. Ну, чаще всего, конечно, это бывает немножко по другим причинам. Но, тем не менее, если вспомнить какие-то старые-старые времена, когда наркоз был эфирным, то частота так называемого интероперационного восстановления сознания составляла где-то 30%. То есть, действительно, это было часто. Это травмирует пациента. Иногда даже потом приходится пациенту общаться с психологом, чтобы справиться с этой травмой. Но, опять же, современная анестезиология располагает такими препаратами и таким мониторно-следящим оборудованием. Поэтому это введено к минимуму. И на данный момент этот процент снизился до 0,3. То есть, конечно, это полностью невозможно исключить, но это какие-то крайне редкие ситуации. И, опять же, у пациента может восстановиться сознание интероперационное, но он может этого не вспомнить. То есть, он будет обезболен, он может немножко проснуться, но за счет того, что препараты работают так, что они еще и оказывают амнезию, пациент может этого просто не вспомнить. И это несет за собой никаких негативных последствий. Поэтому это бывает крайне редко, не нужно этого бояться. А вот какие ощущения, какие состояния бывают сейчас у пациента, когда он просыпается? В советское время, может быть, даже и позже использовался такой коктейль, который называли даже сами медики коридорным наркозом. И это, наверное, название идет от того, что перед пробуждением ты летишь по длинному коридору, там все мелькает, крутится. Я сейчас свои ощущения рассказываю, но знаю, что многие это испытывали. Сегодня, сегодняшние препараты дают такой эффект? Современные препараты такой эффект, как правило, не дают. Но, повторюсь, те препараты, про которые рассказываете вы, они есть на службе у доктора-анестезиолога. Если правильно ими пользоваться и стараться нивелировать эти побочные эффекты, то они сводятся к минимуму. И тот препарат, который, казалось бы, в кавычках плохой, играет на руку анестезиологу, позволяет более качественно обезболить пациента и оказывает свои положительные действия. Поэтому спектр препаратов достаточно большой, и, конечно, он подбирается для каждого пациента индивидуально. А какие непредвиденные реакции бывают, аллергические реакции, именно связанные с анестезией? Я уже боюсь слова «наркоз». Нет, нет, наркоз, пожалуйста. Общий наркоз нет, а наркоз можно. А, просто наркоз можно. Да, общий наркоз нет, а наркоз можно. Что касается аллергических реакций, если рассматривать анестезиологию, то на самом деле это крайне редкие реакции. Вообще, в принципе, на анестезиологические препараты крайне редко бывают аллергические реакции. Если брать самые частые из редких, то это препараты миорелаксанты. Я, допустим, в свою практику ни разу такой реакции не встречал. Если рассматривать вообще в принципе препараты, то, конечно же, это антибиотики. Поэтому бояться аллергических реакций не стоит. Чаще всего пациенты рассказывают аллергические реакции на местной анестетике, но часто бывает, что, конечно, это элементы агровации. То есть, допустим, доктор-стоматолог добавляет к местному анестетику адреналин для того, чтобы этот препарат работал дольше и эффективнее. И пациент испытывает сердцебиение, головокружение. И он, как правило, начинает списывать это на какие-то аллергические реакции. И потом, поступая на другую госпитализацию, операцию, озвучивает эти нюансы. Мы просто понимаем, что на самом деле это не аллергическая реакция, и лекарством этим можно пользоваться. Поэтому, на самом деле, эти случаи достаточно редки. Но все, наверное, боятся, конечно же, не проснуться. А вообще, ситуации такие, на грани они бывали? Бывают? Возможны? Как правило, эта ситуация возможна у крайне тяжелых пациентов, которые зачастую находятся в отделении реанимации. Это нестабильные пациенты, это пациенты, допустим, с политравмой, с большой кровопотери. Вот у этой категории пациентов, скажем так, вероятность чуть выше. В любом случае, интероперационные бригады, лечащие врачи, предлагают максимум усилий, чтобы этот процент снизить и максимально помочь пациенту в сложившейся ситуации. Вы сейчас показывали оборудование, которое очень умное, очень хитрое, и может отслеживать любые реакции в организме. А может это оборудование, и вообще, в принципе, может человек во время наркоза испытывать боль, и можно ли это как-то увидеть по приборам, несмотря на то, что он спит? Ну, самое главное оборудование, которое есть у врача-анстезиолога, это органы чувств. И потом уже к нему подключается все то самое следящее оборудование, которое есть в операционной. Да, действительно, такое возможно. Опять же, это бывает редко. Если рассматривать старые древние времена, это бывало часто. Сейчас это бывает редко. И опять же, нужно понимать, что пациент может ощущать боль, но не почувствовать ее. То есть это может произойти во сне. И дело в том, что когда человек испытывает боль, в кровь выбрасывается определенный спектр гормонов, гормонов стресса. В частности, тот же самый адреналин. И в организме возникает реакция. Бей или беги. И на мониторном оборудовании доктор видит возрастает число сференческих сокращений, либо повышается артериальное давление. Это сигнал к тому, для того, чтобы либо немножко глубить анестезию, либо добавить каких-то препаратов. Это не критично. Конечно, лучше избегать таких ситуаций. Но это все поправимо. Поэтому, как правило, если говорить о том, что у пациента в памяти остается, что ему было больно, то это, конечно, в большинстве случаев сведено к минимуму. Если рассматривать, что это происходит во сне, да, такие незначительные минимальные ситуации бывают, они решаемы. В этом нет ничего страшного. А теперь самая сложная для вас задача. За 30 секунд объяснить, правда ли, что наркоз отнимает 10 лет жизни, что подсчитали пациенты. Я слышал разные варианты. 5, 3, 10. Если совсем вкратце, не прибавляет и не убавляет. Поэтому современная анестезиология позволяет все сделать качественно, и ни дня из жизни пациент не потеряет. Сергей Юрьевич, мне, в общем-то, остается поблагодарить вас за сегодняшнюю беседу. Очень, мне кажется, доходчивую и доступную. Спасибо большое. И мы увидимся с нашими зрителями ровно через неделю. До свидания. Спасибо вам. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!